здравствуйте дорогие товарищи по цеху сегодня я хотел поговорить даже не поговорить и ответить на некоторые вопросы которые были в комментариях и поэтому будет сборная солянка и ролик наверно получится длинным несколько раз мне задавали вопрос о том как я вот собирал вот такой подобный так называемый подкастер в стиле роды он собирается очень просто то есть мне попался кусок подходящей трубы металлический колпачок от какого-то крема видите он так хорошо сел на имеющуюся трубу я подумал что сделаю я еще один такой микрофончик в нем я просверлил отверстие два винтика и xlr контакт ставится изнутри потом это будет плотно насажена с хорошим электрическим контактом может быть два винтика будет насажена на вот эту трубу с прорезями что обеспечит контакт корпуса и общее кронирование в этом отрезке трубы я насверлил по шесть отверстий с каждой стороны потом ножовкой или болгаркой вырезал вот эти фрагменты сделал еще несколько отверстий с той стороны где будет задняя часть капсуля то есть он будет дышать он не изменит свои характеристики особенно направленность это важно просверлил 5 миллиметровое отверстие под так называемые грибочки винтики которые вставил изнутри когда они затянутся самоконтрящейся гайкой к этому корпусу то они никуда деваться не будут и дышло в котором будет стоять этот микрофон будет хорошо прижиматься вот этими вот пальчиковыми красненькими дисковыми гаечками сетку я выбил я взял кусок доски у меня был там в ней было отверстие соответственно пробка корончатым сверлом я вырезал такую штуку и я выбил пуансоном в матрице вот такую штучку она эта часть легко сюда вставится вовнутрь и поскольку у нее края я болгар очка их подровнял края достаточно остренькие то здесь торчит много таких вот из нержавеющей стали иголочек то она вступит в контакт с корпусом совершенно идеально и все будет обеспечено хорошо ну и естественно изнутри будет вставлена тоже круглая сеточка когда все это будет собрано вместе я несколько капелек эпоксидки капну для того чтобы у меня никуда не девались не трепыхались вот эти вот экранные сетки ну естественно перед этим корпус будет окрашен алюминий красится очень плохо то есть адгезия любых эмалей к ним очень плохая есть эпоксидные праймеры есть специальные для алюминия но в принципе какая нибудь пентофталевая не нитро но вот такая долго сохнущая эмаль она держится вполне неплохо на алюминии если алюминий хорошо поцарапан зашкурен перед этим то есть поверхность развита и краска хорошо прицепляется следующая вещь о которой я хочу сегодня рассказать это усилитель для наушников этот усилитель работает от 12 даже 9 вольт я попробовал его запитать от батарейки крона вот есть такие корпуса в которых есть выключатель плюс-минус включился выключился или же можно запитать его 12 вольт вот у меня есть такой блок батарей тоже с включателем туда ставятся пальчиковые полутора вольтовые батарейки типа 2а можно им запитать ну то есть все что угодно или это может быть какой-то тихий блок питания но суть в том что этого усилителя для наушников который построен на основе операционника у него есть мини джек вход мини джек выход и я подумал ну вот тихий динамический микрофон и иногда нужно засунуть прямо в камеру часто не хватает или в какой-нибудь простенький простенько записывающее устройство например взумик или в таскам или у некоторых этих записывающих устройств особенно у фотоаппаратов особенно у канонов у них очень шумные предусилители конечно мы соберем массу шипения если мы дадим полное усиление а вот через этот приборчик оказалось так что шипение поменьше кроме того я попробовал подсоединить его в линейный вход компьютера и подумала вдруг здесь хватит децибел для того чтобы можно было динамический микрофон засунуть в компьютер нет там уровень сигнала оказался недостаточно то есть до линейного сигнал он не дотягивает ведь разница между микрофоном сигналом и линейным сигналом насколько я помню это сотня а то и тысячи раз поэтому там конечно нужен предусилитель который превращает микрофонный сигнал в линейный и конечно вот такая штука которая хочу сказать я никакой не специалист по электронике и поэтому я часто не могу хорошо и правильно ответить на какие-то вопросы потому что я учусь это мое очень слабое место я пытаюсь понять как устроены всякие схемы и так далее и в общем это чисто развлекуха чисто хобби и просто это нравится давайте теперь посмотрим тесты и сравнение как работает эта эта штучка с динамическими микрофонами с простыми записывающим устройством и без него байер динамик 58 засунем его прямо в рекордер да и на тасками у меня уровень записи стоит 82 то есть это вообще очень высокий уровень записи и какой же будет уровень шума давайте послушаем через наушниковый усилитель и послушаем какой же будет суммарный уровень шума когда мы пишем в рекордер у нас уровень записи уже на рекордере 48 48 до 48 49 и посмотрим что получится можно пользоваться таким вот предусилителем для не только для динамического микрофона но и для других микрофончиков например микрофоны в которых есть встроенные батарейки и сейчас мы подсоединили рот прямо в рекордер и уровень записи у нас 70 послушаем собственный шум и сейчас мы пользуемся вот этим усилителем для наушников уровень усиления почти на максимуме здесь есть ручка регулировки да она тасками у меня стоит уровень записи 27 же до всего лишь 27 послушаем уровень шума теперь мы возьмем коз 11d петличку у него тоже встроенная батареечка есть петличку подсоединили прямо в рекордер вот у нас уровень записи 70 на тасками теперь мы подсоединили петличку через усилитель для наушников и в рекордер уровень записи в рекордере у нас стоит 32 и вот сейчас я воткнул динамический микрофон самодельный 600 омной головкой чувствительный китайский воткнул я его через этот вот усилитель для наушников а из усилителя для наушников я опустил мини джек прямо в компьютер в линейный вход и пишу через final cut все вкручено на полную мощность чувствительность везде на полную мощность вот что получается наверное тиховато ну вот получился такой тест а теперь я хочу поговорить о зеркальных нейронах и еще о чем-то и пока я буду собирать вот такой вот микрофончик я порассуждаю чем-нибудь а в следующем ролике я может быть сравню вот этот коротенький микрофончик с моим любимым микрофоном построенным на основе схемы от майк партс и с капсулем сорок седьмого типа дэчман вот давайте будем паять и болтать вот делаешь всякой такой привычной работой всякие мысли в голову всегда залезают например неустойчивость всегда реализуется а противоречит ли такое утверждение закону сохранения гомеостаза вселенной или что первично явление или закон закон первичен или явление я вот о чем подумал что если мы видим и слышим друг друга сейчас на огромном расстоянии то мы должны понимать то что мы застали уникальнейший расцвет технологии ну может быть культуры вот ведь как я отхожу от бараны отпускаю лом лопату нажимаю на кнопочку и могу слушать лекции каких-то знаменитых ученых мира могу даже учиться бесплатно к слову сказать какие-нибудь там сто лет назад большинство жителей планеты не имела письменности книгопечатание как и сейчас много где не было школ не было в нашем понимании ну например российской империи 1910 годов грамотными было но не более 27 процентов населения после октябрьского переворота закона кухаркиных детях помните что такое то дети кухарок не имели права поступать за редким исключением в гимназии высшие заведения учебные так вот закона кухаркиных детях сменился законом о всеобщем начальном образовании что получилось в результате ликбеза через 20 лет после великой октябрьской социалистической революции ну или переворота точнее сказать подавляющее большинство граждан уже были грамотными и как раз вот это поколение времен ликбеза коллективизации страшной тяжелой индустриализации оно и создало колоссальную индустрию научно-исследовательские учреждения мощнейшую систему образования здравоохранения общегосударственную плановую систему экономики да но такой процесс шел вообще во многих странах и технология росла и позволила улучшить жизнь людей в самых разных местах планеты и самых широких слоев общества ну и плановая система экономики кто-нибудь скажет а да это пережиток советского союза да нифига подобного любая крупная корпорация которая содержит мультииндустрию в ней как раз плановая система экономики там есть и добывающая промышленность обрабатывающие научные институты высокие технологии информационные и так далее и так далее взять какой-нибудь митсубиси асахи там я не знаю локхит даймлер или еще чертов ступи там куча разных отраслей внутри там никому не нужно чтобы там выкапывали и сжигали больше нефти чем нужно или забрасывали какой-нибудь склад излишней сталью условно говоря или перепроизводили что-нибудь вот снаружи они вступают в конкуренцию перепроизводство происходит а внутри нет и обычно с детскими садиками там все нормально и с дополнительными пенсиями зарплатами вот это вот плановая система экономики она была в общегосударственном масштабе и наверное это крайне необходимо особенно когда на планете ресурс это уже на исходе не то что уже на бензин скоро не будет хватать и на самолетики летать а просто синдетику всякую из чего-то нужно синтезировать а это все из органических ресурсов делается так что обществу нужно сильно об этом думать кстати общество стая община деревня социум коллектив коммуна вот в животном мире группу особей мы называем стаей кстати стаи ну или коллективу часто легче противостоять например опасным хищником мы помним как дружно обезьяны срываются все совершенно сочаянно бездумно палками и всякими какашками забрасывают такого саблезубого тигра так что тому бывает в общем-то неуютно в одиночку могут сожрать когда стая обезьян то лев может как бы и может и отступить да мы такие клёвые нам без этого не выжить или вспомнен там плотную стаю мелких рыбок вот у них как интересно они как будто по какому-то вообще невидимому знаку какому-то я не знаю волшебному радиосигналу они инстинктивно в долю секунды меняют направление пом что это у них такое они когда они меняют направление например навстречу какой-нибудь акуле какому-то хищнику они представляют довольно такую грозное зрелище вот поэтому стая эта штука сильная или семья община то есть во всех подобных ситуациях огромную роль играют зеркальные нейроны то есть это такие клеточки мозга которые помогают отзеркаливать то что делают другие ну или подражать мгновенно реагировать и часто например оказываясь в большой группы ну я не знаю на стадионе мы как бы теряем собственный рассудок у нас он отключается на инстинктивном уровне и мы начинаем действовать как все это дает такое чувство приятное чувство общности принадлежности защищенности такое удовольствие это как раз вот и работают древние зеркальные нейроны или это называется коллективное бессознательное был такой карл густав юнг кто посвятил этому большой большой труд все побежали и я побежал а еще зеркальные нейроны помогают нам учиться недолгие объяснялки какие-то занудные делай как я нам всем это известно у я видел вот как он делает и все заразился от мастера только скажи как а мы берем и отзеркалить повторить собезьяничать это тоже зеркальные нейрончики они помогают чувствовать состояние других сочувствуется переживать то есть развитые зеркальные нейроны это инструмент общественный и который помогает выживать виду общине социума какой-то своей группе общины общественные социалистические коммунальный коммунистический принцип это такой принцип где мы важнее чем я вопрос выживания вида но ведь и личные ли индивидуалистические инстинкты они ведь столь же важны для выживания нужно размножиться покушать сделать запас еды подкожного жира или там барахла или денег деньги это тоже концентрированная энергия запас сделать чтобы продолжить существование это миллионы лет живых существ у них у всех нужно питаться червяк там он живет в питательной среде какой-то у него вообще даже пищеварительного аппарата нет он впитывает через себя ему ничего не надо выбрасывать он живет в этой субстанции и тем и сыт и развиваться ему не надо ни руки ни мозги не надо у него сплошное удобство вот я когда перед компьютером сижу хомячу что-нибудь сахар в себя заливаю мозг у меня занят каким-то однообразной беготнёй и все и я выключаюсь от всего и так вот мне кажется что это уже так немножко червяком становлюсь ну ладно вот я о чем подумал там подумал-то я о проблемах строительства социализма да или общество справедливости в таком обществе и сталкиваются общественные интересы с моими личными с инстинкты вот эти общественные с моими индивидуалистическими и поскольку эти вот эта глубинная часть нашей биологии которая за миллионы лет сформирована то вряд ли их можно изменить на уровне там генетическом за сто за тысячу лет навряд ли и что же тогда будет наверное всегда в нем будут жить люди сохранившимися мощными инстинктами у которых тормозящие центры мозга может быть не столь развиты тормозящие центры сдерживать должны инстинкты называется культура да всегда появится такой человек которому что-то нужнее чем другим или у которого доминантный инстинкт развит сильнее и он будет карабкаться наверх ну например чтобы плюнуть вниз и в природе будет закон сохранение энергии всегда работать тоже нужно в свою норку что-то набрать накопить собрать денег например при минимуме затрат естественно всегда будет работать простая лень это же закон сохранения энергии живого существа мозг будет требовать минимальных затрат для получения максимального удовольствия да то есть всякие серотонины дофамины все это кайф 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 собственно на этом и построено общество потребления легкий кайф ой смотри создали какой-то миф ценность какую-то смотри у тебя iphone 187 вот у него еще только 115 а у меня 187 уже ура какой крутой кайф то есть надо вот или или еще какое-нибудь такое удовольствие в оранжевых штанах хожу например все все завидуют принципе удовольствие мы получаем и от сделанного труда и от физической нагрузки от какой-нибудь альтруистической работы но это случай когда они важнее чем я но поскольку получение удовольствия от потребления быстрого прямого потребления но куда быстрее эффективнее чем от созидания труда то конфликт между ними будет существовать покуда существует наша природа биологическая древняя и наверное идеалистическое общество будет долго существовать на грани раскола например классового противостояния раскола между эксплуататорами эксплуатируемыми ну и в какой-то момент в качестве разрешения конфликта появилась теория разумного эгоизма чернышевского и других чернышевский он читал например что человек не может быть счастлив сам собой что вот он может быть счастлив только в общении с людьми вот тогда он действительно свободен и теория разумного эгоизма чернышевского это выражение необходимость взаимоподдержки людей в труде а вот например алиса розенбаум или айн рэнд у нее там что-то расправляет крылья открывает глаза поднимает плечи но вот вот у нее разумный эгоизм это умение жить собственными интересами то есть будь эгоистом и еще будь разумным она считала что альтруизм то есть это вот готовность бескорыстно действовать на пользу других это худший изол с ее точки зрения эгоист это человек честный следует своим целям руководствуется своим разумом для себя для себя он отвергается ему пожертвования и готов усердно работать ради своего счастья и отказывается брать на себя ответственность за каждого лентяя который ищет спасение у других такие разные взгляды на одну тему у разных людей и особенно у разных социальных классов да понятно что хозяин заводов или ростовщик там хозяин банков думает совершенно иначе чем простой работяга или пахарь их отношениях средством производства то есть вот ко всей этой собственности к распределению прибыли созданной трудом они очень разные у них отношения кстати многие из нас вот люди постарше они были свидетелями того как в почти бесклассовом обществе снова появилось колоссальное различие кто-то стал жить непосредством не по доходом мы все помним такие слова торгашество карьеризм усиливалась власть бюрократов вот помните такую цитату классик о продолжении или об усилении классовой борьбы я вот попробую в его стиле прочитать уничтожение классов дело долгой трудной упорной классовой борьбы которая после свержения власти капитала после разрушения буржуазного государства после установления диктатуры пролетариата не исчезнет как воображают пошляки старого социализма и старой социал-демократии а только меняет свои формы становясь во многих отношениях еще ожесточеннее вот кто прав кто виноват что делать сложные вопросы но понимание физиологии человека в частности как работают зеркальные нейроны понимание высшей нервной деятельности антропологии могут немножечко помочь нам в освоении вот этой проблемы в заключении я сам себя хочу спросить а может существовать демократическое или социально ориентированное общество без большинства культурных людей то есть людей которые умеют сдерживать свои аппетиты сдерживать свои эмоции чтобы быть способными принимать сложные ответственные и здравые решения оценивать ситуацию адекватно наверное нет наверное если человек не очень дружит с реальностью то он выберет своим кандидатом деда мороза который сказал я принесу вам мешок бесплатных подарков откуда откуда что с каких ну и понесу и там деньги в ммм забыв что из ничего появляется только ничего да достаточно большое количество людей там решили все побежали я побежал нет наверное без хорошо образованных и сдержанных людей здравомыслящих трезвомыслящих ответственных умеющих понимать причины и последствия процессов поступков своих наверное такого социального справедливого общества построить нельзя и она может опять скатиться в сторону доминирование инстинктов социум общества коммуны должно состоять из умных культурных людей иначе это будет стая движимая инстинктами кстати стая можно хорошо пообедать баранов надо стричь нужно помнить еще что культура это способ как способность к самоограничению она требует волевых качеств как развивается воля это занятие спортом физкультурой решение нестандартных задач не тот что я умею а все это я так могу нет нет новые сложные задачи образование самообразование созидательный труд разный смена деятельности штука полезная все эти вещи требуют привычки затрачивать усилия вот это волевые качества и вот этот позволяет нам развиваться сразу вопрос а как возникает как на нас влияют вот эти многочасовые компьютерные игры в удобном стуле с каким-нибудь хрючелом в руке какую сторону у меня зеркальные нейроны развиваются когда часами расстреливаю с каких-нибудь супер бластеров пусть и нарисованных но людей вот интересно не происходит ли у меня психологический сдвиг потихоньку потихоньку в сторону безучастности а может быть и жестокости а как формируется структура межнейронных связей в голове после просмотров фильмов со всякими рембо который ради всего самого лучшего косит сотнями недочеловеков вот что там происходит у меня в голове наверное это не очень возвращает меня к реальности и не превращает меня в дееспособного человека или волевого или здравомыслящего вот у меня есть рамки сформированные ну и наверное мне общаться сложно с настоящими людьми не с девушками изображенными там в каких-нибудь 3d с которыми можно продолжить род существование вида спасибо за терпение и давайте помнить что история складывается из нас какие мы такая история и другого материала у нее нет всего вам самого доброго мир нашей планете